Приветствую вас на канале Авиатехник. В этом ролике мы поговорим с вами о необычном летательном аппарате, который в свое время многие люди могли принять за НЛО. И это неудивительно, ведь проект долгое время считался секретным. Мало кто мог догадаться, что эта машина является самолетом. Речь пойдет об экспериментальном самолете Avro Canada VZ9 Evrocar. Еще в 1955 году канадская фирма Avro Aircraft начала проводить исследования, связанные с постройкой реактивного аппарата вертикального взлета с круглым дискообразным корпусом и устройством для образования воздушной подушки при взлете. Подобная схема в 1947 году была предложена английским конструктором Джоном Фростом. Предполагалось, что такая схема АВВП с приводимыми от турбореактивного двигателя подъемными вентиляторами, благодаря использованию воздушной подушки, при взлете потребует меньше энерговооруженности, чем для обычных реактивных СВВП. Кроме того, отбрасываемый вентилятором воздушный поток, смешиваемый с газами ТРД и используемый для образования воздушной подушки, будет иметь значительно меньшие скорости температуру, чем у ТРД, что в теории должно было упростить эксплуатацию такого аппарата. Канадской разработкой заинтересовались ВВС и армия США, которые в дальнейшем занимались финансированием проводимых исследований. Уже в 1959 году по объединенному контракту армии ВВС США была завершена постройка экспериментального летательного аппарата с дискообразным корпусом, который получил официальное обозначение ВЗ-9В. Первые испытания на привязи проводились в декабре 1959 года. Аппарат совершил несколько непродолжительных полетов. Вскоре ВЗ-9В был передан для испытаний на базу ВВС имени Эдвардса. Первый взлет с переходом к горизонтальному полету был совершен 17 мая 1961 года. Разработка аппарата ВЗ-9В под руководством Джона Фроста и его испытания велись в обстановке большой секретности. Поэтому по нему публиковалась крайне ограниченная информация. Вероятно, необычайная форма АФП и отсутствие официальных сведений об испытаниях, проводившихся в начале 60-х годов, вызвали в этот период интенсивные публикации о полетах неопознанных летающих объектов НЛО в виде летающих тарелок. В 1962 году разработка ВЗ-9В была прекращена. Последние проведенные испытания ВЗ-9В показали, что он не обладает достаточной устойчивостью. Кроме того, постоянно возникавшие неполадки в работе его силовой установки и системы управления послужили причиной прекращения его испытаний. ВЗ-9 Эврокар мог летать не только на большой высоте, но и передвигаться вблизи земли на воздушной подушке. Аппарат имел круглый дискообразный корпус, в центре которого был установлен вентилятор. Всасываемый им воздух по системе каналов направлялся к одноконтурному кольцевому соплу, проходящему по периферии аппарата. Переход АВВП от движения на воздушной подушке над землей к свободному полету происходил следующим образом. Аппарат разгонялся над землей на воздушной подушке до такой скорости, что его дискообразный корпус создавал подъемную силу, достаточную для поддержания в воздухе, а затем и для его подъема. Также известно, что фирма Avro Canada занималась разработкой сверхзвуковых летающих тарелок. Даже сейчас увидев летающий диск, многие люди могут принять его за НЛО. Чего уж говорить за начало 1960-х годов. Делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал Авиатехник.